всем привет с вами марина и мои цветочные друзья и мы с вами сегодня смотрим растения цветущие в теплице живу я на юге россии краснодарском крае и у нас конечно зима непредсказуемая всю неделю у нас стояла температура 12 13 даже до 18 градусов на солнце поднималась за прошедшую неделю а вот сегодня начался вернем вернее вернулся настоящий февраль за окном снег в теплице полумрак потому что крыша из поликарбоната и сейчас на нее уже вот снежинки легли тонким слоем и несмотря на то что слой тонкий и снег белый все равно начинается в теплице полумрак присутствует начинает пока еще не полное затенение покажу вам цветы в комментариях рая канал цветочные ассорти сказала что ей было бы интересно посмотреть растения которые цветут вот непосредственно в теплице ну нужно сказать что не таких много потому что у нас же все-таки зима на дворе февраль ну конечно есть те которые хорошо отреагировали на прибавку дня на солнечные дни которых у нас даже зимой бывает достаточно и вот сейчас вы видите цветущий стеллаж с гераниями герани тут самые разные есть тюльпановидные разыбудные на настоящий момент не распустились поэтому не могу показать хотя они тоже есть в коллекции а вот тюльпан очки это red пандора и здесь же стоит кармен они цветут где-то еще в цветочных дебрях есть марбаска распустила цветочек тюльпановидная пеларгония мария луиза название сорта мне лилия помогла определить и виктория андреа малиновый цветок с белой изнанкой ой хочу еще дотянуться до ванкувера вот здесь в глубине стеллажа цветет ярко-оранжевый ванкувер а вот распускают бутончики розолинда это зональная махровая пеларгония у которой яркие цветочки большие шапки и объемный красивый куст еще из интересных расцветок могу показать вот такую это большое растение от него есть у кореняшка она тоже цветет на другой стороне стеллажа покажу посмотрите начала расти вот такая кракозябристая как я же вам говорила герань у нее очень очень жесткие листики цветочков нет но даже без цветов куст очень нарядный красивый а я хотела показать цветение еще белой герани у которой особенность в том что у молодого листика отведите там слегка такая зеленоватая серединка а потом когда распускается цветок полностью он становится белоснежным тоже красиво и нарядно здесь же ампельный каланхоя смотрится просто очень нарядно такие подвесочки у него в комнатных условиях по отзывам наших покупателей каланхоя очень сильно реагирует на жару и сухость воздуха то есть его нужно размещать на прохладном балконе с доступом свежего воздуха и хорошим освещением ну и конечно сейчас в теплице стеллаж с гераниями он самый яркий такая разноцветная поляна цветущих гераний еще одна поляна это каланхоя но я не показываю вам стеллаж я не хочу через всю теплицу идти не получается в разных сторонах теплицы каланхоя и гераний я покажу вам те сорта вернее те окраски которые у меня присутствуют пару лет назад я задалась целью собрать разного цвета махровые каланхои вот сейчас вам покажу какие же сорта попались ну как оказалось наших магазинах встречается не так много окрасок очень красивые есть по строению цветы такие прямо пышные помпоны даже бутоны у них объемные и есть другого строения цветочки сейчас покажу и так у меня в коллекции несколько сортов розовых оттенков вот такой розовый цвет когда расцветка в центре более яркая а по краям цветочек светлее такого же такой же формы цветок но более светлая окраска и серединка такого салатового цвета она еще не распустилась но когда распустится будет видно то есть у этого наоборот края несмотря на то что светлая окраска края более темная серединка почти желтая вот такой розовый цвет переливы розового вот такой розовый он более яркий и есть розовый сорт у которого совсем по-другому построен цветочек он не такой пышный у него видно в центре цветочка серединка видно в коллекции присутствует еще белый цвет оранжевый ярко-желтый должен быть еще лимонного цвета но он пока не распустился ярко-красный я показывала оранжевый просто до махрового а вот этот оранжевый как бы более персиковый цвет и у него цветок по строению похож на вот эту форму ну и помимо махровых сортов у меня два не махровых сорта это вот такой сорт из-за интересной окраски он оставлен в коллекции кстати найден и подарен подругой моей это василя мне подарила и вот с пестрой окраской с обычными красными цветочками колонхоя вот это еще одна цветущая полянка ну и несколько примеров цветения других цветочков сейчас вам покажу это вариант всегда цветущие бегуней но с пестрыми листиками недавно я вам показывала ее а сейчас на ней начали распускаться цветочки собирается зацветать альбука у меня два сорта альбуки одна с такими тоненькими листиками как просто как ниточки а у этой объемные листики они даже чем-то похожи на луковые перья только на кончиках они закручиваются в спиральки сейчас освещение не очень хорошее поэтому спиральки такие не не хорошо закрученные когда солнце будет больше они в большей степени становятся похожи на спираль ну и вот бутончики альбуки цветы у нее как у опять же дикорастущего первоцвета который мы так и называем дикий лук похоже здесь же у меня в теплице стоят садовые орхидеи они на в нашем климате они зимуют на улице просто часть у меня растет в горшочках именно на размножении цветочки цветочки будут не крупные но ярко-ярко-фиолетовая поэтому смотрится приятно название неблагозвучное это орхидея облетела но цветок интересный вот так выглядит нерассаженный кустик это обычные зеленые листики ну и здесь видно что внутри в грунте находятся клубеньки такие каждый год кустики увеличиваются за счет того что куст разрастается в ширину это цветет мини стейлор и в тепличных условиях очень хорошо чувствуют себя лимоны многие кусты сейчас в бутончиках то есть скоро скоро начнут распускаться цветочки и посмотрите лимону как раз подходит вот именно такое содержание то есть не очень жарко очень светло достаточно влажно здесь в теплице лимоны не сбрасывают листья немножко когда вселяются с улицы вот сюда в теплицу у них есть от перепада температуры когда какие-то листья могут пожелтеть и отвалиться а так лимон с листьями зимует и сейчас еще раз говорю зацветает очень активно зацветает во время цветения он даже похож вообще на жасмин потому что цветов очень много и здесь же еще вы знаете что я люблю экзотическое растение и для меня вот это например экзот это ларапиталум в прошлом году он попался мне в садовом центре кустик я рассадила пока не могу сказать что хорошо поняла его характер он у меня зимует первый раз и я так думаю что относится он к тем растениям у которых листья должны смениться в течение сезона то есть сейчас листики у него выглядят такими не очень я скажу бодрыми я так думаю что они опадут и на месте старых листиков должны вырасти новые но цветение началось цветочки интересные на хорошем освещении листья становятся с глянцами и такого прямо насыщенного насыщенного цвета хотя и сейчас тоже окраска сохраняется то есть видно что это темный сорт никакого аромата не чувствуется то есть это просто украшение без запаха продвигаемся дальше и тут у нас лимонная руселия и рядом с ней жасмин вот кто может аромат на всю теплицу распространить этот жасмин цветет такими гроздьями цветов смотрится очень нежно очень красиво но аромат агрессивные то есть в комнатных условиях я например не могу его переносить от него просто начинает болеть голова а вот в условиях теплицы на большое помещение тут такой едва ощутимый приятный терпковатый со сладкими нотками аромат аромат в любом случае растение очень интересное ну и я продвигаюсь чтобы показать вам еще раз цветение цимбидиума посмотрите все полностью распустилась эта цветочная гроздь я вам показывала когда только-только распустился первый цветочек и вот сейчас начало февраля цимбидиум цимбидиум полностью распустился достаточно прохладные условия теплицы ему подходят не любит он сырости такой чрезмерной в прошлом году он стоял в холодном отсеке теплицы и по лепесткам пошли некрасивые буроватые такие пятна сырости в этом году я поставила его на более прогреваемый стеллаж и вот сейчас цветочки просто идеальные на камере цветок кажется белым но вот там видно изнанка листа у него розовая и сам цветочек с розовинкой есть еще один куст такой лайм окраска то есть нежно-нежно лимонного цвета но он только-только вот начал и вижу там цветочная стрелка только пробивается в комнатных условиях я как-то уже говорила об этом в комнатных условиях я не смогла добиться цветения а вот в теплице он цветет каждый год оба куста зацветают каждый год сейчас я думала что один не зацветет нет там тоже стрелка цветочная начинает пробиваться а все лето цимбидиумы проводят на улице ну и добавим немножко красного цвета это оранжевая руселия и мне кажется что конечно она не сравнится с лимонной намного ярче намного лучше заметные цветочки и в цветении она просто неутомима и осенью и зимой она цветет ну и летом тоже цвела весной я не могу вспомнить по моему в мае где-то начинается цветение вот с мая длится по нынешнее время ну на этом все друзья конечно можно при желании найти еще цветочки сегодня показываю вам то что вот в доступности от стеллажа с гераниями потому что в основном еще раз говорю цветение сейчас это цветение герании всего хорошего до новых встреч пока 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 я